В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами. Экс-банкира казнили утром 29 января в Тиньцезине. Каким образом был казнен подсудимый, не уточняется, известно лишь, что перед смертью ему разрешили встретиться с близкими родственниками. Ранее Верховный народный суд Китая приговорил Лай Сиаминь к смерти, признав виновным в получении взяток на сумму почти 1,8 миллиарда юаней, 277 миллионов долларов, коррупции и двоеженствия. Осенью 2018 года Лай Сиаминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства. Банкира обвинили в участии в различных политических авантюрах, способствовании продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовании проведению инспекций и проверок. Лай Сиаминь родился в 1962 году, начал профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в Государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Harong, а в сентябре 2012 года занял должность председателя правления.